Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Продолжается рождественский пост и в прошлую передачу я обозначил, что мы несколько бесед наших посвятим так называемому нравственному богословию, поговорим об очень важных нравственных составляющих в жизни, духовной жизни православного христианина. В прошлой передаче мы поговорили о скорби, очень сложное явление, очень сложное к нему отношение, а вот сегодня то, чем скорбь побеждается, мне бы хотелось разобрать. Поговорим о добродетели терпения, в чем она заключается. Поговорим с нашим экспертом православным, настоятелем храма мученика Трифона, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, отец Сергий! Ну вот мы с вами три раза, третий раз уже встречаемся и первую нашу встречу мы посвятили обету, обещанию, как такой сердцевине духовной жизни христианина, когда мы действительно не просто воспринимаем некоторые дары от Господа Бога, но еще и что-то можем ему дать в ответ, хотя он ни в чем не нуждается, вот этот обет всегда нужен самому человеку. Рождественский пост — это внутреннее обещание жить чисто, свято. И очень часто происходит так, что пока человек живет о Боге непамятной, он живет вот то, о чем мы говорили с вами в прошлой передаче, безмятежно, спокойно. Но как только он начинает свою жизнь выстраивать как побег из некого плена сатаны, тут вот начинаются различного рода скорби, о которых мы говорили в прошлой передаче. И мне кажется, очень важно, то есть в прошлую передаче мы разобрали сердцевину, сущность, для чего она не спосылается человеку. А теперь поговорим о той реакции человека на скорбь, как вот эту реакцию в себе правильную выработать, а добродетели — терпение. — Великая добродетель. — Великая добродетель. Вот, кстати, в связи с этим вопрос. Почему великая? В чем величина терпения? Что она дарует такого человеку, что мы говорим о том, что... Ведь великая не добродетель, она возвеличивает человека. То есть добродетель, она абсолютно объективна, ни с чем не соотнесена. Но только как человек ее берет, она его и возвеличивает. Почему терпение великое добродетели? — Нет, ну почему и добродетель великое? Потому что мы говорим же, есть даже там некая классификация страстей, смертные грехи. Нет. И, соответственно, есть классификация, какими добродетелями побеждаются какие страсти. Если мы говорим о страстях, то самая главная страсть — это гордость. Соответственно, самая великая добродетель — это смирение. Вот, величайшее. А чтобы приблизиться как-то к пониманию, что такое смирение, вот одна из главных ветвей смирения — это терпение. То есть вот такая есть взаимосвязь. Если в нас есть хоть сколько-то смирения, значит, есть хоть сколько-то терпения. Вот. И если есть терпение, то и на обратную связь. Если мы замечаем, человек замечает в себе какие-то начатки терпения, что он что-то может преодолеть, то, соответственно, есть, значит, только смирение. А это очень драгоценно и значительно для духовной жизни. Ну вот, в прошлую программу мы с вами общались о скорбях. А вот Исаак Сирин говорит, что скорби без терпения приносят сугубое мучение. И на самом деле ведь это так. И когда мы говорили о скорбях, что тяжело, там, какие-то моменты переживаются, в народе же даже поговорка есть, что там «время лечит». На самом деле есть такие скорби, есть такие раны, которые мы не можем увручевать. Человек и Бог не может их увручевать моментально. И не делает этого. То есть иногда нам полезно эту рану ощущать, ощущать свою немощь, свои границы знать, осознавать, для того, чтобы не наступать на те же грабли, для того, чтобы память этой раны давала нам некий иммунитет в жизни, чтобы не повторять ошибок и действовать дальше. Ну вот без терпения, любая скорбь без терпения только умножает мучение. Поэтому, когда есть же крайние степени отчаяния, когда человек накладывает на себя руки, и что церковь осуждает однозначно, это как раз показывает о том, что человек не терпел, не хотел терпеть, не мог. Любые оправдания. Но вот наличие терпения, оно, в принципе, как бы обязательно, наверное, для христианина, потому что если многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное, то без терпения эти скорби просто будут сугубую муку иметь. И в этой сугубой муке трудно будет удержать веру в Творца, в Бога, который есть любовь, и проще отчаяться и оступиться. Поэтому, допустим, Феофан Затворник наиболее полное дает такое определение терпению. Он даже говорит о том, что есть две стороны терпения — внутренние и внешние. И если мы говорим о внутренней стороне терпения, то это такой добрый настрой, повседневное доброе расположение, которое не колышется волнами со вне. Такой стержень. А если мы говорим о вне, то это как раз преодолевание скорбей, преодолевание сложностей, благодушное, благодарное. Ведь апостол Павел говорит, за все благодарите. Мне так это было непонятно, особенно учитывая жизнь апостола Павла. Когда он перечисляет, сколько его раз били палками, сколько раз он тонул в море, сколько раз его побивали камнями, сколько раз его просто хотели убить. И этот человек, и опыту этого человека можно доверять в этом плане. Скорбей он за свою жизнь хлебнул немало скорби. И этот человек пишет в своем послании, за все благодарите. Это великий опыт терпения. И тут, наверное, очень хороший параллель с пророческими словами ветхозаветными. Что если ты сможешь сделать из ничтожного великое, то будешь, как мои уста, говорит Господь. Что может быть ничтожнее скорби? Вот в плане того, что она принижает человека, что она вдавливает нас в землю, вдавливает нас в уныние. Ничего нет ничтожнее. Но если ты сможешь из этого сделать драгоценность, то ты уподобишься в этом Богу. Поэтому вот хорошо, что эти программы у нас идут. Я думаю, телезрители должны проследить именно эту связь. Что скорби, даже Священное Писание так говорит в одном из посланий, сказано, что скорбь рождает терпение, а терпение рождает упование, а упование не посрамит. То есть упование — это доверие Богу, вера, которая переросла в доверие. То есть получается, скорби — это тот чернозем, на котором вырастаем мы в Царствие Божие. Христос уподобляет Царствие Божие зерну, которая, упав в землю, если не умрет, то не вырастет и не даст плода. А можно, наверное, уподобить скорби тому чернозему. Что такое чернозем? Перегной, навоз. То же самое ничтожное вообще, что есть. Но именно это ничтожное рождает жизнь, рождает что-то великое, больше, чем оно само есть. Без почвы немыслимо. Ни деревья, ни кустарники, ни растения, растения не в то, чем мы питаемся, и чем питаются другие живые организмы. Но она — образ тоже и смирения одновременно почвы. И эти скорби — лишь, получается, суть, та пища для нашего подвига христианского, чтобы, преодолевая эти скорби, мы рождали в себе терпение, которое тоже не конечный этап, которое рождает упование, которое помогает нам утвердиться в вере. Не просто веровать, что Бог есть, а настолько Ему доверять, что твоя жизнь становится промыслительной. Ты видишь, что все, и скорби, и теснота, и какие-то гонения ведут к тому, что ты ближе к Богу становишься. Прекрасное ощущение любви рождает в итоге. Это и есть путь подвига христианина. Пер аспират астра, сквозь терния к звездам. Это же тоже вот такие пророческие, у язычников тоже были какие-то пророческие прозрения. То есть это закон жизни некий, то есть даже не обязательно быть христианином для этого. Даже древние римляне об этом говорили. Вот мы в прошлой передаче не успели затронуть вопрос еще самопроизвольных, скорбей, да, то есть когда человек некую скорбь накладывает на себя добровольно. Ну, скорбь в значении не того, что он там сам себя бьет, причиняет себе боль, а причиняет себе, ну, аскетическую тесноту, да, то есть отрекается в чем-то в своей жизни. Это как раз в рамках поста. Да, да, да. Для многих постов очень скорб. Абсолютно, а ведь действительно так, очень многие, ну, по крайней мере, мужчины, они жалуются, ну, как можно отказываться от мяса, я не могу, мне нужна нормальная там пища, чтобы я себя чувствовал сытым. И вот когда это происходит добровольно, то есть человек берет и накладывает эту скорбь на себя добровольно, у апостола Павла, по-моему, как раз тоже говорится о том, что это великое благо перед очами божьими. То есть одно дело, когда тебя Господь к скорби подводит, и он тоже смотрит на то, как ты терпишься. Другой вопрос, когда человек настолько понимает спасительность и полезность для себя вот этого страдания, скорби, что он, ну, если не накладывает ее на себя сам, то, по крайней мере, не ищет исцеления, уврачевания. Ведь огромное количество, скажем, тоже и святых в житиях, которых мы читаем, скажем, он инвалид, у него там что-то с ногами, еще с чем-то. И он не ищет уврачевания. Не потому что ищет скорой смерти, а потому что считает, что вот это вот страдание телесное, какой-то дискомфорт душевный, телесный, ему крайне полезен. Опять, откуда это рождается у святых? Это же как раз не из мазохизма рождается. Это рождается как раз из того зрения, видения жизни, когда ты в руках Божьих. То есть это отношение любви. Нам кажется ужасным. Человеку там какие-то раны, он при этом благодушствует. Это вот, ну, это он не фантазирует. Это он так ощущает, что вот это Бог ему дал. Это конкретные, очень личностные, очень интимные отношения конкретного святого с Богом живым. Поэтому нам они, может, будут и непонятно казаться. Но вот интересно тему поставить. Не только вот это скорбь отпугивает, да? Отпугивает и то, что я не могу выполнить как следует. А отсюда очень важный момент, что многие люди не могут себя идентифицировать с православными в силу того, что не могут соблюдать, не хотят быть лицемерными в этом вопросе. И тут надо вернуться нам к истокам, откуда пост вообще возник. Потому что сыны чертога брачного не могут поститься пока с ними жених, а с нами жених всегда. Ведь Христос говорит, я с вами до скончания века. А пост пришел к нам с тех времен, когда оглашенные, готовящиеся принять крещение, накладывали на себя этот сорокодневный, сначала недельный, дневной, может, сорокодневный пост до Пасхи, чтобы войти в новую жизнь. Это были даже не крещеные люди. И церковь, как живой организм, как организм любви, сострадая этим людям, наложила на себя тот же их пост. То есть получается, что пост — это такая мера даже была дохристианская. Человек в преддверии Христа, в преддверии этой свадьбы со Христом, накладывал на себя этот пост, чтобы еще, да, очистить что-то там, какие-то, да, через скорби, через тесные врата войти в эту новую жизнь. А мы-то уже в этой жизни находимся. Так зачем нам поститься? Для тех, кто еще не вошел. Я сострадаю с ними, как эти жертвы терактов. Я сострадаю с ними, я себя не дистанцирую. Это мои люди, мой народ, мои соплеменники. Но я, сострадая им, не должен сам впадать в уныние, иначе эта мука только будет сугубая. Своим терпением, своей верой я преодолеваю это страдание, помогаю себе, помогаю ближнему. Как Серафим Саровский говорил. Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Зачем искать какие-то меры, воздействие на кого-то? Я думаю, что святость конкретно наша личная, которая выльется, возможно, в святость общественную и будет адекватным ответом на все вызовы современного мира. Ну, вот и вернуться хотелось бы все-таки к добродетели терпения, да? И вот тут вот мне, пока вы говорили, родилось очень такое прям живое понимание того, что еще и все, кроме всего прочего, вот эта вот мысль, она постоянно ведь улетучивается, что Христос пришел в том числе для того, чтобы собрать нас воедино. Вот эта вот идея единства и даже не народного единства, потому что во Христе нет ни Иудеи, ни Елена, вот, а единство именно человеческого сообщества в одну большую семью, где действительно каждый друг другу не для красного словца брат или сестра, вот. Христос, и у пророка Исаии в пророчестве как раз о Христе, о том, как будет происходить голгофская жертва, там тоже есть такое небольшое упоминание о том, что мы блуждали по разным дорогам, и он пришел нас собрать с этих блужданий, с этих дорог. И у Господа Бога потрясающий арсенал средств для того, чтобы нас собирать вот в это единое сообщество. И мне кажется, почему я вспомнил, так вот издалека немножко иду, вы говорите, а я вспоминаю Паисия Святогорца в одном из томов его четырехтомника. Есть очень интересное у него замечание как раз по поводу вот семейной жизни, и оно очень вторит вот идеи терпения. Задает вопрос ему Геронда, вот муж крайне неблагочестивый, жене изменяет, он ее там бьет, целыми днями раздражительный, как рыкающий лев ходит, вот, а она все время сияет. И он отвечает, так вот ответ в этом как раз терпеливом перенесении вот этой самой скорби. Что она главное поняла, говорит старец Паисий, что они как два быка впряжены в одну упряжку. Поэтому тот, в тот момент, когда один бык слабеет, там, прихрамывает на правую ногу, второй на себя берет чуть больше усилия для того, чтобы тянуть вот эту вот телегу. И вот это вот терпеливое перенесение, терпеливое вот как раз впряжение, да, в какую-то ситуацию, оно в том числе ведь крайне полезно для человека. Это то как раз, что вы отметили, да, как пост солидарности великий пост рассмотрели. Вот. Это то, что мы с вами как раз, о чем мы говорили в прошлую передачу, когда говорили о тех вызовах современного мира, в том числе российскому обществу, да и вообще, в принципе, христианскому миру, чтобы было ощущение, что мы быки, впряженные в одну упряжку. И в тот момент, когда кто-то слабнет, то есть, соответственно, да, там, злобой, ненавистью какой-то, прищрён, да, там, переполнен, в это самое указание, что нам нужно чуть-чуть прибавить ходу, прибавить силы для того, чтобы эту телегу тащить. Не роптать, да, то есть, глупо было бы, да, если бы второй бык повернулся, сказал, ну, раз ты не тащишь, то и я тащить не буду. Нет. А речь идёт о том, что чуть больше усилия. Я вот подумал, терпение можно сравнить с силой трения. С чем ещё раз? С силой трения. То есть, если мы уберём силу трения с поверхности, там, дороги, или чего ещё, то ничто вообще не двинется. Быки будут идти, но это будет всё, на одном месте они упадут. Ну, то есть, вот, если в человеке нет терпения, то любая скорбь, она его не двигает, потому что без терпения это бессмысленно. Поэтому, если мы говорим о величии добродетели терпения, она как раз в этом и заключается. Как говорит Христос, нужно скорбям войти, искушениям нужно войти в мир. Но горе, через кого они приходят. Но это есть необходимость в этом, потому что это некая почва, как мы говорили, для взрастания душ. Но, если есть эта необходимость и есть неизбежность, обвиняя христианство в том, что там много о скорбях и о болезнях, это ведь, ну вот, необоснованно, потому что это закон мира этого. То есть, Библия, Новый Завет, в частности, она нам просто показывает, каков Бог, какой мир и какой человек. Вот, место человека в этом мире. То есть, есть просто очень много места в Новом Завете в Священном Писании, которые просто констатируют, как факт это. Вот, примите как факт, что это так. И бессмысленно с этим спорить, потому что уже множество поколений на себе, на своей жизни достоверность этих фраз ощутили, что да, на самом деле это так. Руки, монах, монах, который целует эти руки, которые лишали его еды, он же в своей жизни убедился, Господи, да я же вот этими руками в рай вхожу. Это не какая-то там, ну, там, не знаю, там, да, на смертном адресе уже не солжешь. Это истина. Это истина. Он на самом деле увидел эту правду. Поэтому, если Евангелие говорит, что вот через скорби радуйтесь, когда вас гонят, это не потому, что мы религия какая-то депрессивная. Это просто... И мазохистов. Да, истина о мире, таков мир, подобает прийти скорбям. Вот, и поэтому, если мы возьмем человека, возьмем вот эту необходимость скорбей в этом мире, то терпение, это как раз вот этот колесик, связующий вместе, который двигает дальше человека как личность. Личностный рост, он возможен только благодаря терпению. Потому что терпение помогает преодолевать те скорби, которые неизбежны. Вот, вы упомянули, что есть люди, которые там не задумываются о душе и как-то пребывают там в таком благодушном состоянии. Нет таких людей, на самом деле. Потому что Господь любит всех, и Он никого не оставляет равнодушным к своему спасению. Потому что для Него важен каждый человек, каждое зерно, которое он посадил, должно взрасти и принести плод. Поэтому даже если человек не задумывается о Боге, о вере, о церкви, так или иначе, Господь к его душе подбирает подход, чтобы его направить в направление спасения. В этом и выражается любовь Божия. В этом смысле, все ли нужно терпеть? Вот такой провокационный вопрос. Есть ли вещи, которых терпеть человек не должен, христианин не должен? Конечно, есть. Свои грехи. Их не надо терпеть. Их надо ненавидеть. Есть, мне кажется, вот можно выделить несколько добродетелей или вообще душевных каких-то черт, качеств, которые, то есть, есть какие-то стационарные, стабильные, как смирение, а есть вещи, которые наоборот, для того, чтобы двинуться дальше. И вот в этом плане, допустим, добродетель гнева, да, она как раз вот помогает нам что-то, что-то отрезать от себя ненужное, что-то слишком, которое наше стало, но это не наше. Поэтому есть вещи, которые нельзя терпеть и не надо терпеть, но мы их терпим. А есть вещи, которые надо любить и надо развивать, но мы их ненавидим. Вот в этом и есть грехопадение, по сути. То есть мы перевернуто живем. Поэтому покаяние, это когда ты встаешь на ноги, наконец, смотришь на мир не кверх ногами. Как ребенок, он рождается, он еще кверх ногами видит какое-то время. Потом приходится принимать нашу точку зрения. Переворачиваться. По вашей логике-то он как раз, получается, может быть, видит этот мир абсолютно верно и правильно. Наверное, пока да. Он же с нашей точки зрения видит мир кверх ногами. Да, у него-то еще не скажу. Может быть, поэтому младенцы-то нас так и умиляют, и мы называем ангелочками и так далее. Есть чему поучиться. Вот вы привели пример с ребенком, который прижимается к груди матери. И на самом деле это так и есть. То есть какие-то вещи мы должны просто учиться, потому что Христос нам заповедовал. Будьте как дети. Наблюдайте за детьми, как они. Как они со своими врагами. Вот мальчишка его обидел, запыльнул в него камень. А на следующий день они уже играют, там строят шалаш. Почему, казалось бы, почему бы он не хранить на него обиду, не бить его тоже камнями? Потому что это ребенок, он по-другому еще видит мир. Для него эти социальные границы, какие-то нормы еще не действуют. добиться собственной правоты, признания, авторитета, для него еще не столь важно. Спасибо, отец Николай, за столь сегодня насыщенную и интересную беседу. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, прощаемся до следующего, до следующего раза. Хотелось бы, чтобы вы сегодня вынесли главное из беседы, что суть христианства как раз не в том, что нас можно хлестать по щекам, а мы все будем проглатывать и терпеть. не столько в этом, а суть христианства в том, чтобы все покрывать любовью. Потому что вот если говорить о том зерне, о том ядре, которое таится в терпении, это любовь. Любовь, которая покрывает все. Покрывает и того человека, который идет враждой на меня, покрывает и внутреннее свое ропот возмущения по отношению к этому человеку. Поэтому любви вам и совершенствуйтесь в делах, в добродетелях терпения, смирения и любви. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова